Иркутск Мы для себя решили, что нам нужно Хоть на день Или на полтора дня, но посмотреть на Байкал Вот пример такую картину Как мы сейчас видим на горе Мы ожидали увидеть на Байкале Ехали мы туда, думали, что Увидим либо прозрачный лед Либо Вскрытые уже воды Но, как оказалось, на Байкале Все гораздо Ну, печальнее Байкал был покрыт Огромными снегами Ни льда, ничего не было видно Поначалу нас это расстроило Но Окружающие ландшафты и сама атмосфера Байкала Нас зацепили И Нам уже было все равно Покрыт он снегом или не покрыт Мы гуляли, смотрели Действительно, это такое Мощное озеро, мощная энергетика Там, что в любое Время года можно приезжать Смотреть, наслаждаться И Байкал красив по-своему Интересен по-своему А сегодня мы приехали на Байкал В Бурятии тоже есть Байкал Южный побережье Оно больше такое Пляжное, что ли Нежели в Аркутской области Как видим, приехали мы в лютый не сезон Так, кашля мне не прошел Байкал во льдах Причем лед не такой, как известен по картинкам Все-все беленькое Какие-то грязные такие нагромождения Мы сейчас находимся в Горячинске Пешочком пройдем До села Турка Посмотрим на Байкальские пейзажи На самом деле, когда вот Мы сюда приехали Показалось, что Ну, скучновато Поскольку такие вот Однообразные пейзажи А сейчас мы здесь вот походили Посмотрели Здесь, во-первых, очень тихо Такая Такая природа Такой чистый воздух И Нам уже начинает нравиться Прям вот Отдыхаешь от городской суеты А еще Мы сюда приехали Чтобы справить День рождения Загрузились, как обычно Разошли в какие-то топи Навигатор вообще отказывается Что-то показывать Как вот выйти Понятно Сейчас какая-то женщина там шла Там такая огромная лужа Понятно, почему здесь такие топи Поселение, это называется, горячее Потому что здесь бьют горячие печи Вот здесь такая вот труба Водичка Ну, действительно Ну, не горячая Вот такая Такая цепленка Такая приятная Да, обычная В Байкале мы решили остановиться на ночь В селе Туркам Отойти до него пешком из Горячинска Куда мы приехали на автобусе Но по пути Мы должны были посмотреть Очень интересный камень Который Называется Камень черепаха Понятно, что название Говорящее Камень выглядит как черепаха И действительно Он чем-то напоминает Этого зверя Жалко, что Весь камень был укрыт Снежными наносами Льдом Но мордочку черепахи Все равно Можно было Увидеть И узнать Нет, ну где эта черепаха Мне уже Надоело идти по сугробам Представляете В конец Так сказать Апреля Здесь лежит Просто Огромным слоем снег То ли год такой Снежный выдался То ли Это просто Мы лоханулись Но виды Конечно Красивые И Такая Нетронутая природа Дятел Дерево долбит Но вот Я все-таки думаю Что здесь Немножко осталось дойти И будет эта черепаха Вот знакомьтесь Скала черепаха Смотрит прямо на меня Улыбается В снежном Одеяле А я вот решил Почесать Подбородок черепахи Вот ей нравится Как появилась Вот эта Замечательная Милая черепаха На все Про все Имеется Всегда Интересные И поучительные Легенды И про черепаху Мы тоже нашли В интернете Легенду Тысячи лет назад На дне озера Жила вот эта Вот милая черепаха И охраняла Белую жемчужину Она вот была Такая вот Добропорядочная Честный Такой ответственный Так сказать Зверь Но однажды Злой дух Захотел Завладеть этой Жемчужиной Он прознал Где хранится Эта жемчужина Но черепаха Тоже не лакомшита Была Она про это Дело узнала И решила Злого духа Победить Она вышла На берег В образе Красавицы Ангары И вот Когда она Вышла Из озера Она вонзила В злого духа Кинжал У злого духа Тоже была Своя жемчужина Черная Жемчужина Зла И черепаха Этой жемчужиной Завладела Но по преданию Кто разобьет Эту жемчужину Тот превратится В камень И чтобы Зло прекратилось Черепаха Решила Все таки Ее разбить Вышла Вот сюда На берег Разбила И обратилась В камень Берите все Примеры с черепахи А еще Нам на Байкале Посчастливилось Увидеть закат Весь день Была Сильная облачность А под вечер Вылезло солнышко Оно зашло За ольхоном Правда Тогда мы еще Не поняли Что это был ольхон И Вот этот Вот закатный Байкал Также произвел Неизгладимые впечатления Очень нам Это все понравилось Очень все получилось Фотогенично И красиво Мы сейчас находимся В поселке Турка Мы сюда пришли Заселились в отель Поели пельменей Случайно увидели Как солнце Садится За Байкальские горы И бросили все И выбежали Вот это дело Снимать Саму турку И ее достопримечательности Мы снимем завтра А сегодня мы наблюдаем Вот такой замечательный Байкальский закат Весь день Было облачно А под вечер Выглянуло солнышко А вообще Мы же говорили Что сегодня будем Праздновать день рождения Мой Мой день рождения Сегодня Вот солнышко Пожалуйста Сделало Такой подарок А мы Когда уже было Собрались уезжать С Байкала Столкнулись с тем Что Тот автобус Который мы хотели Уехать в Лан-Удэ Его Не существовало Поэтому Вместо запланированного Отбытия В час дня Нам пришлось Дождать До четырех Вечера Мы особо Не расстроились Уехали на такси В Горячинск И там еще раз погуляли По набережной Байкала Вокруг нас не было Вообще Ни единого человека То есть Вот пока мы гуляли Ни души Только Сосны Песок Небо И Байкал И в этот момент Мы как раз поняли Что Ведь это было так хорошо Что Автобус все-таки не пришел И он подарил нам Вот Эти три часа Наедине с Байкалом Вот Нас волей судеб Занесло Опять В то место Откуда мы Начинали Своё знакомство С Байкалом Это Горячинск Вот Мы тут Прикупили Пирожков Идем Опять К Байкалу Здесь вообще нет людей Все закрыто Попить Даже элементарный чай Негде Есть курорт В Горячинск Там есть столовая Но она только для Ну тех Кто живет На этом курорте Поэтому делать нечего Придется тусоваться Три часа У Байкала Мерзнуть Мне кажется Это и хорошо Что у нас Вот так вот Случилось С автобусом И у нас Образовались Три дополнительных часа Чтобы гулять Размыслить О своём существовании Вот мы сейчас Ходим по побережью Байкала И за целый час Или даже больше Мы не встретили Ни одного человека Вообще Вот реально Ни одного Поэтому может быть И стоит вот так вот Вырваться из Городской судьбы Поехать на природу Конечно Поначалу будет ломка Будет Тянуть обратно В цивилизацию Когда приезжаешь В цивилизацию То понимаешь Что это всё ерунда И самая жизнь Вот здесь На природе Я пойду дальше Фотографировать Вообще Шаг вступил И хочется сразу Всё фотографировать О Здесь В Иркутске Мы купили для себя Вот такой вот Замечательный оберег Из Гагата И шерсти волка Оберег От Разных Разных Всяких Случаев И Также Он помогает Путешественникам В путешествиях Мы не особо часто Путешествуем Но если уж Путешествуем То основательно И в Иркутской области И в Бурятии Очень распространён Шаманизм Причём в Бурятии Он прекрасно Уживается С буддизмом Если одна религия Когда приходит На Какую-то территорию Поглощает Всё остальное То здесь Этого не случилось И Это вот такая Замечательная смесь Которая нас Просто поразила И За пределами Улан-Удэ Ну Недалеко Где-то 20 километров Находится Очень такое Замечательное Прекрасное место Которое Называется Шаманские горы Мы долго думали Ехать ли на них Или не ехать В итоге поехали И Совершенно Не прогадали Потому что Во-первых Там замечательные Ландшафты Интересные Красивые И Множество Всяких Артефактов Как Буддистской Культуры Так И Шаманской Мы успели Мы вернуться С Байкала Как нам захотелось Еще что-нибудь Шаманского И поэтому Мы приехали За город Ландэ В местность Которая называется Шаманские горы Их можно видеть Вот Шаманские горы Рядом с ними Много всяких Таких Интересных мест Памятников Ну и просто Сама такая Атмосфера Степи Желтой травки В общем Сегодня Гуляем По местам Шаманов Вот такие милашки Олени Встретили нас У подножья Шаманских гор Вон там Они вдалеке Пришлось от них отойти Потому что там ветер И здесь конечно ветер Но он сейчас немножко успокоился Вообще здесь много Всяких Маленьких Больших Артефактов Находится Первое Это Встретили нас Второе Это Встретили нас Огромные 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 Столбы Вот эти горы Встретили по весеннему Теплой погодой Ветрено Правда Но ветер Он такой Достаточно Приятный Виды на реку Селенго Просто завораживает На реке Очень много Островов Некоторые Из них Еще даже Находятся В такой Снежной Корочке Кашля Меня до сих пор Не прошел Растут Здесь Везде Цветочки Фиолетовые Крокусы Тишина Покой Где-то Лошадки Пасутся Очень Очень Хорошо Вот Прям Прогулка Выходного Дня Вот Самое То Но мы Еще не Заканчиваем Здесь Гулять Мы пойдем Чуть-чуть Подальше К Субургану Который Стоит На вершине Другого Холма Вот Мне кажется Даже Я его Вижу Гуляем Наслаждаемся Конечно Здесь Здесь Много Всего Интересного Стоит Подняться К одной Точке Как С нее Видно Другое Что-то Интересное Вот Мы Поднялись К такой Ступе Она Называется Оба Очень Похоже На Огромную Белую Печь Так Как она Выглядит Виды Конечно Отсюда Вообще Замечательные Где-то Вдали Там Находится Иволгинск Иволгинский Донсан Даже Мне кажется Я вижу Иволгинскую Сопу Сейчас Какой-то Туман Или Не знаю Что-то Может быть Дождь Идет В общем Плохо Оттуда Видно И Нам Нужно Сейчас Обязательно Найти Буддийскую Ступу Субурган Она На Высшей Точке Шаманских Гор Очень Нам здесь Нравится Очень интересно Вот такая Интересная У нас Получилась Прогулка Все здесь Как-то Необычно Несмотря на то Что Здесь Древностями И не пахнет Но в буддизме Вообще Понятие Древность Ну Они не испытывают Такого пиетета Красочная Красиво Ярко И Нормально А то Что камень Не древний Ну И Какая разница Вот Ступа Вот эта Буддийская Венчает Шаманские Горы Обязательно Нужно Обойти Ее Можно Один раз Можно Хоть Двадцать раз Только Обязательно По Часовой Стрелке По ходу Солнца Здесь Барабаны Я еще Не ходил Поэтому Я сейчас Совершу Вот этот Вот круг Я Хоть И Не Буддист Почему Б и Нет Ходить Можно Всем Вот 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 Такой Милый Туристический Квартал В Иркутске Называется 130 Квартал Здесь Мы Видим Множество Деревянных Построек Некоторые Из которых Очень Древние Восстановленные Некоторые Заново Построенные Очень Приятное Место Для Пеших Прогулок Сплошь Занято Какими-то Музеями Сувенирными Лапками И просто Магазинчиками В Улан-Удэ Тоже Есть Похожее Место Но Гораздо Больше По объему И Значительнее По своему Так сказать Культурному Содержанию Это Этнографический Музей Народов Забайкалья Последний День В Улан-Удэ Мы чуть устали И Решили Никуда Далеко Не ехать А посетить Вот этот Музей В общем Мы Походили По этому Музею Посмотрели Набрались Так сказать Нового Опыта То есть Музейную Программу В Улан-Удэ Мы Тоже Немного Но Осуществили Сегодня Вот такой Денек Выдался В Улан-Удэ Дождливый Капает Мокро Мы Наздевались Как Бурятская Капуста И Решили Сегодня Посвятить День Неторопливой Прогулки По Музею Этнографическому Музею Народов Забайкалья Здесь Представлены Жилые Постройки Ну Не только Наверное Жилые Какие-нибудь Хозяйственные Постройки Которые Характерны Для разных Народов Забайкалья Правда Первая Постройка Семейских Закрыта На реставрацию Ее Можно Посмотреть Вот так Вот Снаружи Только Зато Посмотрите Какие Красивые Резные Ворота Синенькие Беленькие Желтенькие Очень красивые Ворота Посмотрим Походим Все равно Делать Нечего Все Наверное Из истории Знают Что Сибирь Раньше В темные Древние Времена Была Как Местом Ссылки И Может быть Даже Последнего Места Жительства Заключенных И вот Здесь Даже Представлены Такие Бараки Для Содержания Сыльных Окруженные Вот Такими Огромными Деревянными Заборами Забор Состоит Из Кольев То есть Кажется Что Дырки Какие-то Что Можно Вот Так Раскрыть А страшно Вот Туда Залезешь И все И там Останешься Это Юрта Гурятская Ну Или Монгольская Это Все Очень Похоже Смотрите Какая Красивая Дверь С Национальными Орнаментами Только Не нужно думать Что Юрта Была Вот Такими Панорамными Окнами Просто В юрту Не впускают Не знаю Почему Может Потому Что Дождик Может Потому Что Нельзя Просто Через Окошки Можно Посмотреть Внутренние Убранства Но Если Деревянные Постройки Для нас Жители Средней Полосы Они Особого Интереса Не Представляют То Павильон С чумами Очень Даже Такой Необычно Интересный Здесь Представлены Несколько Чумов Сделанные Из Разных Материалов То есть Один Покрыт Берестой Даже Наверное Не берестой А березовой Корой Другой Покрыт Какой-то Темный Корой Какого-то Другого Дерева А вот Этот Зимний Вариант Он Покрыт Настоящими Шкурами Оленя Вот Эта Настоящая Шкура Жесткая Ее Можно Погладить Внутри Конечно Вам Не Пятизвездочный Отель Я Поражаюсь Как они Там Помещаются Сколько Их Там Человек Помещается Вот Такое Необычное Жилище А еще На территории Вот этого Парка Есть Мини Зоопарк Там Животные Есть Но В таком Роне Печальном Состоянии Находятся Прям Жалко Хотя С другой Стороны Еще вопрос Что лучше Жить В зоопарке Или Висеть На чуме В Иркутске Мне очень Нравятся Храмы Они Такие Красочные Разноцветные Похожи На Какие-то Пряничные Такие Домики Если Как-то Нам Не особо Было Интересно Смотреть Церкви Храмы То Здесь Мы Специально Останавливаемся Смотрим Фотографируем Очень Очень Красиво Это Это Касается И Датсанов Когда Мы Были В Ланде Любой Датсан На нашем Пути Должен Быть Обязательно Посещен Сфотографирован Сняв И Когда Мы Возвращались Из Музея Народ Базабайкалья На нашем Пути Также Встретился Средатсан Мы Тогда Зашли Через Стеклянное Окошко Сняли Опять Действие Монахов Они В таких Красочных Огромных Шляпах В каких-то Одеяниях С бусами Совершали Танцы Какие-то Обряды А еще Мы Зашли В магазинчик Буддийских Принадлежностей Которые В этом Датсане Находятся И купили Для себя Такие Вот Тряпочки Они Называются Химорин По Году Рождения Написали Своё Имя По идее Его Нужно Было Повесить На Дерево Но Мы Не Стали Это Делать Мы Себе Эти Тряпочки Оставили На Память Может быть Это И Неправильно Но Вот так Вот У нас Получилось Оставили 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Сегодня у нас последний день в Улан-Удэ, но не последний день в Бурятии. За этой неделе мы так много всего посмотрели. Посмотрели огромную голову Ленина, знаменитый Вилгинский Датсан, еще один Датсан. И вот сейчас последний день после музея этнографического мы тоже решили заехать в Датсан. Последний в Улан-Удэ, но не последний в нашем путешествии в Бурятии. Опять попали на какое-то буддийское таинство. Ну, для нас таинство, потому что ничего не понимаем, но выглядит это, конечно, очень завораживающе, эффектно и красиво. Хочется сразу вот это все дело изучить, понять, что означают все эти ритуалы. И радует, что вот люди в это все верят, ходят на вот эти вот мероприятия. Нам Улан-Удэ очень понравилось. Мы надеемся, что мы сюда еще вернемся. Ну, а наше путешествие по Бурятии продолжается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!